Приветствую вас, во-первых, хочется сказать, что вашего мужа можно понять в том смысле, что, ну вот, вы 11 лет для него делали, получается, всё, да, вот вы гладили ему 11 лет рубашки, а теперь вот перестали, то есть, ну, наверное, наверняка что-то изменилось, да, наверняка что-то произошло между вами, что изменило ваше желание, вот, но он-то, собственно говоря, привык к тому, что вы это делаете, он привык, и вы его, как бы, к этому приучили, да, к тому, что вы гладите ему рубашки и брюки, и, конечно, он воспринимает это негативно сейчас, потому что вы, наверное, ну, наверное, вы просто не объяснили ему до конца, вот, вы не объяснили, почему вы перестали это делать, вот, то есть, что послужило, вот, причиной для того, что вы устали, вот, почему вы не хотите, вот, мне кажется, что было бы правильнее, объяснить ему ваше нежелание это делать, может быть, предложить какую-то альтернативу ему, предложить ему какую-то альтернативу для того, чтобы он мог что-то сделать, к примеру, для вас, и чтобы вы опять начали гладить ему рубашки, то есть, мне кажется, что ваш муж просто, вот, не понимает, почему вы отказываетесь это делать, вот, я, если честно, не понимаю тоже, и не то, что я вас не доставляю, ни в коем случае, я ни в коем случае вас не доставляю, я не считаю, что вы должны это делать, но, если вы так делали, если вы так делали, то, конечно, муж, он будет, наверное, он будет, наверное, ждать, будет ждать, что вы, ну, что вы, по сути, станете продолжать этот момент, вот, что вы будете продолжать гладить ему рубашки, ну, просто потому что, вот, вы это делали все время, как бы, вот, поэтому я думаю, что тут вот вам нужно определиться с тем, что произошло такого, что ваше желание с понизило, это дело, вот, и поговорить не надо об этом, обсудить. Это первое. Второе. Вы пишите о том, что то ещё больше вредничает, то есть вы не любите когда, ну, на вас, да, любите что-то делать под давлением, я вас понимаю, но, понимаете, за одиннадцать лет, за одиннадцать лет, человек привык. И я ещё раз повторяю, вы не должны этого делать, возможно, да, ну, потому что никто не может вас заставить. Но, объяснить, объяснить мужу, почему вы перестали хотеть. Мне кажется, вполне стоит. Вот. Если вы, конечно, им дорожите. Вот. Потому что, ну, сейчас ситуация происходит следующее. На данный момент, кстати, происходит следующее. Значит, вы очень долгое время что-то для мужчины делали. Вот. Очень долгое время. Потом, эм... нечто, произошло. Вот. И вы перестали это делать. То есть, эм... Видите, конечно, вот, нужно... ...предследовать... ...этот момент. ...этот момент. И... ...постараться это донести... ...его... ...собственно, до... ...воего мужчины. Вот. Вот. И... ...вот и всё. Вот и всё. Я так полагаю. По крайней мере. Это то, по крайней мере, что можно вам... вам... ...сказать. То-то вот... ...как... как вам... ...можно ответить... ...на вопрос... ...который вы задаете. Эм... ...вот. Дальше. Эм... значит... ...вы спрашиваете, что можно пос... пос... посоветовать... ...вам. Эм... ...эм... ...сейв можно только направить. Понимаете? Не... ...советовать, да? А именно вот... ...направить. Вот. ...направить именно вот... ...эм... ...эм... ...по вашему пути. То-есть вот именно по пути того, что вам... ...хотелось бы. По пути того, что вам... ...хотелось бы сделать. По пути того, как вам... ...эм... ...хочется. По пути того, как у вас... ...желания. Какие у вас желания. Вот. То-есть. Тут вот... ...эм... Только такой момент имеет место быть, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. То есть психологи не занимаются советами. Все-таки, пожалуйста, учтите это. Все. На этом, я думаю, можно закончить. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь и ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучший мой ответ. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится. Вот. И не нужно обесценивать то, что происходит между вами и вашим мужем, так сказать, это не ерунда. Да, муж, конечно, поступает весьма странно. Главя уходить. Главя уйти опять. Вот. То есть, не думаю, что это хорошая такая модель поведения, но в нем может играть обиды. Обидный человек, он достаточно непоследовательный в своих действиях. Вот. Просто помните, что разручить отношения легко, а вот восстановить их довольно сложно. А я вам желаю удачи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok